Привет! Меня зовут Кристина Аева и добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу поговорить об ошибках, которые я вижу чаще всего у тех, кто только начинает заниматься на укулеле. Хотя, возможно, что-то из этого списка будет не совсем ошибкой, а скорее тем моментом, который впоследствии, по моему мнению, может помешать развитию техники. В любом случае, давайте начнем! Первый момент – постановка правой руки. Очень часто у своих учеников я замечаю, что на первых порах они пытаются поддержать укулеле правой рукой вот здесь, особенно при перестановке аккордов. Да, такую постановку тоже можно встретить среди укулеле-исполнителей. Но лично я отдаю предпочтение классической постановке по нескольким причинам. Во-первых, при такой постановке у вас будет задействован только один или два пальца. А с классической постановкой каждой струне будет соответствовать свой палец, что существенно оптимизирует вашу игру. Во-вторых, вот эта вот привычка цепляться при перестановке аккордов может прилипнуть и в дальнейшем мешать, например, при отработке боя. Ну вы поняли. Поэтому всем своим ученикам я предлагаю найти такое положение для укулеля, при котором для удержания инструмента будут задействованы левая рука, корпус и правое предплечье. Тогда правая рука будет двигаться свободно. Если вы вдруг играете вот в такой постановке и вас все устраивает, то, пожалуйста, я свое мнение на этот счет высказала. Второй момент касается уже левой руки, а если быть точнее, то перестановки аккордов. Очень часто новички пытаются переставлять по одному пальцу, и это крайне неэффективный способ. Гораздо лучше поднимать пальцы, переставлять их в воздухе и только потом ставить их. Таким образом не будет лишних призвуков. Главное начинать с медленных темпов и контролировать каждый шаг, а скорость со временем наработается. Третья ошибка заключается в постановке пальцев. Бывало ли у тебя, мой дорогой друг или подруга, что вот ставишь аккорд и даже правильно, а он все равно не звучит? Такая проблема часто происходит из-за того, что пальцы стоят не арочкой, а ложатся плашмя и цепляют, глушат вот этим вот мясом соседние струны. Или, например, при отработке баре бывает жмешь, жмешь палец, а все равно не звучит. В таком случае, возможно, струна попала в выемку между фалангами пальца. Попробуйте подвигать палец туда-сюда, может быть, его немного наклонить, и найти такое положение, при котором все струны будут звучать. Четвертая ошибка заключается в чрезмерном усилии при зажимании струн. На самом деле не надо очень много сил для того, чтобы зажать струну. Попробуйте ради эксперимента положить палец без усилия на струну, а потом начать потихоньку ее прижимать, параллельно пробуя извлекать звук. Вот когда вы услышите, что струна хорошо звучит, то постарайтесь запомнить то усилие, с которым вы ее зажали, и применяйте это ощущение на практике. Мало того, что вы сохраните свои руки здоровыми на долгие годы, так еще и с расслабленной рукой будет гораздо проще отработать технику и быстрые пассажи. А то если четвертую ошибку совместить с третьей, то будет совсем не очень. И пятая ошибка, которая, как мне кажется, касается вообще всех начинающих музыкантов, это неправильный выбор темпа. Приведу простой пример. Вы выучили пару аккордов и бой, у вас все в целом хорошо получается, но вот переходы между аккордами пока что не очень. Выглядит это примерно так. А если со счетом, то вот так. Раз и два и три и чеи. Раз и два и три и чеи. Раз и два и три и чеи. Получается, что между аккордами появляются временные дыры. Но проблема еще и в том, что ухо слышит неправильную игру и привыкает к ней. Поэтому, если переходы между аккордами пока получаются не очень, то сначала попробуйте отработать их отдельно без правой руки. А потом выберите такой темп, чтобы эти временные дыры примерно сочетались по темпу с остальными частями. Например, вот так. Или со счетом. Раз и два и три и чеи. Раз и два и три и чеи. Раз и два и три и чеи. Да, это медленно. Но гораздо проще увеличить темп с правильной техникой и ощущением времени, чем с такими ритмическими скачками, как я показывала вам до этого, потом пытаться что-то исправить. В этот пункт хотелось бы добавить еще работу с метрономом. Он поможет научиться ощущать время еще лучше и повысит вашу ритмичность. Очень полезная штука. Советую. Более подробно все эти ошибки и работу с метрономом я разбираю на своем курсе «Укулеле с нуля» или на индивидуальных занятиях. Все подробности есть в описании. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр и успехов в обучении!